Война полностью поменяла мое отношение и к фильмам на военную тематику и к антивоенным картинам. Во многих из них и любимых с детства картинах теперь очень заметна фальшь. Даже если они сделаны режиссерами-фронтовиками, по сценариям писателей-фронтовиков, все-таки заметно на какие компромиссы шел режиссер, как это отлакировано идеологической цензурой. Как бы это сказал Алексей Герман, они сделаны часто, хотя и заслуженными орденоносными, но режиссерами-официантами. В логике чего изволите. Поэтому, когда я начал эту линейку антивоенных, антимилитаристских, контр-идеологических фильмов из огромного объема в действительности в мировом и отечественном кино, оказалось очень трудно выбрать что-то по-настоящему стоящее. И вот те режиссеры, которых я всегда любил, жаловал, отошли в тень. А на первый план вышел, например, Алексей Герман. Я с невероятным удовольствием посмотрел подряд мой друг Иван Лапшин «20 дней без войны», конечно, проверку на дорогах, и оказался восхищенный силой его таланта и бескомпромиссности. Об этой картине «20 дней без войны» у меня есть и немножко личной истории. Когда я учился в университете, на филологическом факультете работала Дина Ивановна Мещерякова. Помните эпизод «В 20 дней без войны», где Лопатин, оказавшись на вечеринке, заходит в одну комнату, в другую, и там пританцовывает долговязая девушка, вот она видит, то ли герой истории, то ли камеру, осекается. В действительности это был неудачный дубль. И когда она спросила, что снимает, что происходит, тогда-то закончился кадр. Как можно понять, это метод Германа, именно такие живые, неправильные дубли оказывались особенно ценными и интересными. Это тот момент, когда, например, кажется, что камера выключена, и человек не играет, а живет. Из этого и сделаны все картины Германа. Меня потрясает в них и работа с актером, и это его особенная актерская бригада, которая переходит из фильма в фильм, малоизвестных актеров из каких-то областных театров, которых находил он сам, или его помощники по кастингу. Это особенная техника, когда огромное количество дублей, невероятное правдоподобие воссоздается на сцене, да не на сцене уже, а в каком-то фрагменте реальности. И это выстреливает. Возьмите эпизод «20 дней без войны», когда этот капитан-летчик в поезде рассказывает герою Никулина Лопатину свою историю. Кстати говоря, по легенде, собственно, это слова самого Алексея Германа, сцена, одна сцена, тремя дублями, снималась 26 часов подряд. Так что у оператора образовалась гематома от видоискателя. Кстати говоря, это снималось не просто в павильоне, трясущийся вагон, там ассистенты его слегка раскачивают. Это действительно снималось там, в Узбекистане, по дороге в Ташкент, туда и обратно. Это действительно снималось при очень холодной температуре. И несмотря на то, что за окном ничего не видно, вот парадокс. Это ощущение того, что происходит абсолютно реальное. Реальный холод, реальная стужа, реальная проблема человека, реальная ревность, реальный страх, реальная жизнь. Все это и даже через закрытые шторки очевидно. Поэтому, чтобы Алексей Петренко так сыграл, чтобы такую сцену сделать, требуется вот так вот по-брессоновски, по-германовски, максима в каждом кадре. И когда ты смотришь эту картину и другие фильмы Германа, к сожалению, такие немногочисленные, свежим взглядом, вот тогда, по контрасту, вся фальшь обычного кино, нормального кино, особенно заметна. Ну правда вот, не жился. Что? Да, ты ничего не жишь. Ну правда, в последнюю ночь. И выдержал. Зверь полез. Я думал, что прогонит. Неа. Ишит. Тихо-тихо. Такая тихая, гласная. Ничего. Молчит. Только, говорит, простил меня, Юрочка. Я говорю, не, не, не простил. И рано собрался. Сыном не попрощался даже. Уехал. И все. История ревнивого летчика вообще заслуживает отдельного разбора. Во-первых, она тоже невыдуманная. Автор произведения и сценария Константин Симонов взял ее точно так же из реальной жизни, из дорожного разговора, из чужой боли, из чужой травмы. И поэтому для того, чтобы это как надо сыграл Алексей Петренко, чтобы он рассказал эту историю как собственную, чтобы вы, зрители, поверили, для этого нужно, чтобы совпало очень много обстоятельств. Чтобы это была не просто литература, не просто операторская работа. Еще раз давайте представим себе по образцу, как делается нормальное кино. Кинематографическая восьмерка, акцент на каких-нибудь крупных планах, деталях. Вот вам подстаканник, вот что происходит за окном. И все это и ослабит и разбавит впечатление. Посмотрите на этого человека. Почувствуйте, что у него за душой. И поэтому от соблазна перевести камеру или разбавить историю, оператор и режиссер отказываются. И дают вам только глаза. И только это страдание человека. И тогда эта тема, вот самое главное, возможно, отдельная история внутри истории. Тема возможностей и невозможностей прощения. Как отдельный сюжет проверки на дорогах. Тогда она и выстреливает вглубь. Это, кстати говоря, волшебное свойство кинематографа Германа. Ты чувствуешь, что там еще дальше, в этом фрактале. Начать с бэкграунда исторического. Даже в начале фильма этот феодосийский десант, это надо знать дальше, что с ним случилось. И поэтому картиночка-то красивая, конечно, но это история настоящей катастрофы, которую должен знать всякий, кто знаком с нелакированной историей Второй мировой. Поэтому только для одной этой сцены, только для маленьких вкраплений военных эпизодов в невоенном фильме, представьте, какая нужна огромная чудовищная работа. Кстати, тоже как выглядит война в нормальном кино. Наши идут в атаку, враги защищаются или нападают. А вот она, и это очень современная картинка войны. Вся эта проза. Ты сидишь, беседуешь, играет пластинка, какие-то досужие разговоры. И вдруг взрыв, снаряд, и все, и больше ничего. Смерть и тишина. Как ты шагнул с обрыва, помните, как у Твардовского я убит под Оржевом. И ни дна, ни покрышки, ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Вот это и есть настоящая война, которую невозможно показать в кино. Что бывает после взрыва, что бывает в этой паузе, в этой тишине. Все это можно понять именно через такую кинематографическую прозу. Обыкновенно, кстати говоря, тоже контраст. Мы видим поэзию войны. Красиво расцветают, как огромные букеты взрывы. Красиво полыхает. Даже когда падающий самолет летит, это тоже очень красиво. Только попробуйте оказаться в этой кабине. Только попробуйте пережить эту боль утраты. Вот тогда вы поймете, что такое война. У меня затвор тугой. Кнопка западает. КОНЕЦ Итак, одна проблема, которая есть в самом фильме «Внутри, как в обнажении приема», это как сделать чужие слова своими. Или как сделать так, чтобы другой по-настоящему понял твои слова, а не как в бойцовском клубе ждал своей очереди заговорить. Как сделать так, чтобы это ощущение, которое есть только в тебе, через этот воздух, через ничего не значащие фразы передалось другому. Одна проблема. И она постоянно в этом фильме возникает. Помните тоже, например, заминку перед тем, как выступить там с трибуны в заводском цеху Лопатину. Он фронтовик, но помните, все тоже начинается, как обычный путь на сцену. Действительно ли вы боевой офицер? Если у вас ордена, тогда снимите-ка шинельку, так будет понаряднее. У вас есть боевые ордена? Знаем все! Тогда снимите, пожалуйста, шинель. Как приходится домой не ездить! В цехах ночевать! АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи! 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 О чем думают люди там, в Сталинграде? О вас! Для кого они там стараются? Для вас! И вот он выходит на трибуну. Товарищи! Товарищи! А что дальше? Как сказать этой многолюдной массе, где каждый все-таки отдельный человек? Как сказать то, что до этого каждого дойдет? В действительности это сделать невозможно. И в эти несколько секунд, пока Лопатин просто теряет дар речи. А это не просто фронтовик. Это, как мы знаем, литературный маэстро. Писать красиво, писать доходчиво – это его профессия. И тем не менее, в этом говорящем молчании, в этой паузе, тишине, он также тонет, барахтается. Он находит выход из ситуации, берет на вооружение те же, в общем-то, плакатные штампы, говорит правильно, красиво, складывая кирпичики в какую-то стенку, и эта стенка от реальности и закрывает. Это одна из самых красивых и интересных сцен в фильме. Кстати, поскольку это фильм о фальше и о правде, и о том, как они противостоят друг другу, и о том, как сказал Константин Симонов, как все-таки посмотреть правде в глаза, так вот именно поэтому здесь очень важны вставные эпизоды со сценой. Ключевая, конечно, история – это когда по сценарию самого Лопатина снимается киноагидка, а другие фильмы тогда не снимали, о Сталинграде. И все ложь, и все неправда. И развалины выглядят как нормальный коттеджик. И форму такую не носят. И противогазы на войне давно уже ни от чего не помогают. И поэтому, когда фронтовик говорит об этом с тыловиком, вот тоже проблема, как ему все это объяснить. Василий Николаевич, Ваше ощущение от этого? Понимаете, что досадно, да? Есть ощущение неправды. Прямо-таки неправды? Ну, не поджигал этот броневик. Ни в очерке, ни в жизни. Просто не ушла из Сталинграда, из этого подвала. И все понимали, почему. И понимали, что им, солдатам, тем более, нельзя уходить. Вы считаете, мы можем взять Ваш отчерк и целиком перепереть на экран? Не обязательно целиком. Но, может, наоборот, добавили, и неудачно. Танк поджечь или броневик. Тут на Братиланка ружье расчет положен. Два бойца. Оно тяжелое. Это киноочерк, понимаете, маленький сюжет. Без яркого подвига фильма вообще не будет. А моя задача построить фильмы. Задача благородная, уверяю вас. А в фильме неправда. Эта женщина в Сталинграде погибла, погибла. Почему же Вы об этом не писали? И одеты у Вас все с иголочки. И каски носили. Не с утра до вечера. А выйдут, оденут. Спустятся вниз, снимут. И противогазы не носят уже на фронте давно. Но это существует же устав, товарищ майор. Или уже не существует. Нашение противогазов пока никто не отменял. Товарищ подполковник, Вы на фронте были? А какое это имеет значение? В нашем споре решающее. Парадокс войны в том, что с одной стороны она сокращает всякие дистанции между жизнью и смертью, между тобой и другим, между тобой и врагом. И поэтому, когда ты оказываешься лицом к лицу, когда, конечно, не до красивых фраз и не до экивоков, когда от русской речи, может быть, правда, остается один только площадный мат, вот тогда понятно, что это за обнаженная реальность. А с другой стороны, вторая часть этого парадокса. Война лишь усиливает дистанции. И вот эта проблема, когда человек, ненадолго вышедший из боя, не понимает, что это было, и как об этом рассказать, и как поделиться этим ужасом. И когда, это наблюдение многих, кстати говоря, писателей-журналистов, после войны фронтовики жили выдуманными историями, а не своими собственными. То, что уже снято и рассказано о войне, они с удовольствием теми же плакатными штампами повторяли, а вот когда речь шла об их собственном опыте, оказывалось невозможным этим поделиться. Помнится, я тоже общался с одним фронтовиком, политруком, который сам поднимал в атаку. Тоже представьте весь этот ужас. Ты должен встать там, где срезают пулеметом любую голову, любую каску, выдвинуться, вот как тот политрук с плакатной фотографией с пистолетом, еще крикнуть «давай за мной, ура!» И, скорее всего, твоя жизнь на этом же и закончится. Как в Галлиполе Питера Уира, где вся война для жизни главного героя умещается только в одну секунду. Вот он встал тоже, распрямился как пружина и бежит на пуле, и через секунду его уже нет. И здесь заканчивается кино, и заканчиваются слова, и история. И вот тот самый фронтовик, с которым я имел честь общаться, тоже в действительности не находил фраз. Или оперировал кинематографическими образами. Эта проблема не только, как мы видим, идеологической цензуры или фальши. Эта проблема гораздо более глубокого свойства. Как рассказать о том, что вербальной природы не имеет, и не имеет человеческой природы, бесчеловеческая природа войны, весь ужас этого положения. Как об этом рассказать? Как настоящий кинофилософ, Герман тоже не может пройти дальше, он просто показывает глубину проблемы. Еще один фрейм, еще один фрактал. Нас просто подводят к тому месту, показывают, что дальше пустота и тишина. А дальше думай, зритель. Пытайся для себя раскусить ту же самую трудность. Кстати, как и в кино, постоянно ты встречаешься с отзывами, как бы даже не любителей, людей изощренных в кинопросмотрах, которые говорят, «Не понимаю, не люблю, не признаю, ничего хорошего нет». И попробуйте Ка теперь объяснить ему, в чем в действительности гениальность этого фильма. Нет, как говорил Лейтгенштейн, невозможно рассказать о приятном звуке кларнета или замечательном вкусе кофе, человеку, у которого либо нет музыкального слуха, либо который кофе вообще не любит. Поэтому это самое интересное в картине. Пределы сознания, пределы понимания. Что-то я такое очень важное хотела вам сказать, не помню. Ну ладно, давайте прощаться. И все. Сейчас иду, сейчас! Не подожди! Все, иди. Иди, иди, иди. Так на дистанциях между можно и нельзя, между ты и вы, между близким и далеким, и строится вся картина. Возьмите даже любовную историю. Одна женщина, к которым приехала его бывшая жена, давно уже не его женщина, и говорить с ней, в общем-то, не о чем. Несмотря на весь этот жизненный бэкграунд. Тоже сравните это, кстати говоря, с историей летчика. А вот как выступают другие люди в другом случае и все-таки в сходной ситуации. А вот другая женщина, героиня Людмилы Горченко, с которой, возможно, какая-то химия, что-то есть. Но как ей об этом сказать? И будет ли это тоже ритуальным женским подарком накануне отъезда, накануне возможной гибели или чем-то большим? То они говорят друг другу «ты», но даже после того, что между ними произошло, понятно, что Горченко снова переходит на «вы». Получается, что даже близость не устраняет эту дистанцию. Даже эти слова и человека, который умеет говорить слова, и который сам пришел оттуда и знает, что такое ужас войны, все-таки в этом общении, в этом контакте ничего не облегчают. Получается, как всегда, как в других фильмах у Германа, что функция сцены, шире функция искусства и слова и образа, она двойственная. Другого способа рассказать другому человеку, иначе, чем через фразы или через показ, как в этой детской игре в крокодила, у нас не существует. Мы не можем телепатировать мысли. Не изобрел пока еще Лан Маск свою технологию запаковки и распаковки эмоций. И поэтому мы вынуждены общаться таким неправильным и таким кривым образом. Иногда, и в этом чудо искусства и катарсис, слова удивительно, и даже иногда помимо воли автора и того, кто слышит, пробивает этот экран стену непонимания. В другом же случае искусство оказывается бессильным. И никакие правильно подобранные слова, замечательно прописанные диалоги, выстроенные художником, постановщиком, декорацией, снятые оператором замечательные картинки, не могут передать правды. Секрет Германа, конечно, в том, что каждая деталь, которую вы видите в фильме, и даже не видите там за зашторенными окнами вагона, настоящая. Если герой едет в Ташкент, он действительно едет в Ташкент, даже если вы этого не видите. Если этот герой фронтовик, это персонаж Юрия Никулина и сам Юрий Никулин, действительно фронтовик. По повести писателя фронтовика, снято отцом и сыном Алексеем Юрием Германа, многие фильмы, мы помним, сделаны в этом творческом тандеме по произведениям отца. И передано также из уст в уста, из рук в руки. Реальные истории. Поэтому простой секрет, но как сложно им пользоваться. Не идти на компромиссы, не быть режиссером-официантом, не сервировать то, что приятно заказчику. То, что каждая картина Германа превращалась в эту битву со студией, с киноначальством, с директором, со всесильным ермашом. То, что они ложились на десятки лет на полочки, так называемые. То, что материал должен быть даже полностью смыт, проверки на дорогах. То, что каждая история имела точно такое же продолжение. Сейчас, кстати говоря, конечно, этим можно гордиться. И когда в 89-м году Герман выступает в Останкино перед огромным залом, все это подается им тоже так красочно со сцены, почти через анекдоты, как красивые истории. Только представьте, что за этим в действительности стоит. И как просто было бы снять, так сказать, нормальный фильм. Там на этой встрече Герман рассказывает, что режиссер всегда, как между Сциллой и Харибдой, между двумя искушениями или двумя страхами находится. Один страх – это вот как раз перед заказчиками, начальством, цензурой, выпускающими инстанциями, зрителям, критикам, которые делают свою приемную комиссию. И очень просто поддаться этому страху. И пойти на один компромисс, на следующий, и в конечном счете снять фильм, в котором вообще ничего не будет. Ни твоего собственного, ни того, что в него заложено. А другой страх, гораздо, к сожалению, более редкий для большинства режиссеров. Это страх перед персонажами, хотя они не живые, но они начинают жить своей жизнью с первой строчки. Перед историей, перед реальностью, например, Второй мировой войны. Перед теми, кто умирал, а не просто показывал, как это умирают на экраны. И вот когда режиссер больше этого боится солгать, сделать фальшивый фильм, тогда, и это очень редко, выходит настоящее кино, как 20 дней без войны.